Всем привет! Сегодня я хочу поделиться и рассказать о том, что было наполнением в мартовской коробочке от Love Lula. Еще раз повторюсь, что это органическая коробочка. Как всегда здесь прилагается карточка с описанием продуктов и 20% скидкой. И все, что находится в этой коробочке, то есть в течение месяца можно купить все, что находится в этой коробочке по 20% скидкой. Сама коробочка не меняется, она всегда одинаковая, вот такая белого цвета, простая, ничего не обычного. Ну, сейчас расскажу о наполнении. Значит, в мартовской коробочке от Love Lula было очищающее молочко от Skin Blossom. Часто очень Love Lula вкладывает именно эту фирму почему-то. Вот такое молочко. Вот видно даже, сколько я уже его израсходовала. Чем оно интересное? Стоит, кстати, 150 мл, то есть вот эта полная версия этого молочка. То есть вот эта баночка стоит 6,95, то есть не так уж и дорого. Это очищающее молочко. Она также заявлена как молочко, которое может смывать макияж. Ну, могу сказать, что какую-то стойкую тушь она, конечно же, не смоет. И даже какой-то каял она не смоет. Она смоет такой поверхностный, очень легкий, каждодневный макияж. И то так не с первого раза, я бы сказала. Что мне понравилось, что вот эту баночку очень легко перевозить. Она, во-первых, пластмассовая, то есть ее удобно брать с собой куда-то, если вы летите. И здесь есть такой защитный барьерчик, то есть вот я нажимаю, и ничего не нажимается. Мне нужно еще раз повернуть, и теперь она выжимается. Вот так вот она выглядит, такое белое молочко. Оно очень легкое. Когда смывается, оно не вспенивается ничего. Просто вот так вот вы его распределяете по лицу. Ничем оно особо не пахнет, таким каким-то чем-то органическим. Вот, и просто смываете, и все. И здесь такая... Запах такой, как я уже сказала, ничем особо не выделяется. Оно такое молочкообразное, действительно, как молочко выглядит. Я бы сказала, что даже вот как органические какие-то продукты, пахнет маслами. Расход у нее очень экономный, мало надо. В составе этого средства находится миндальное молочко, алоэ, вера. Здесь 91% органик. Он для всех типов кожи. И особо он ничем не пахнет. И, кстати, если вы попробуете смывать макияж вот этим средством, и потом попробуете смывать биодермы, то на биодерме еще остаются средства от макияжа, так что не совсем оно хорошо все-таки очищает. Поэтому, ну, не могу я уж совсем прям так советовать вам, потому что, ну, такое, может быть, как просто каждодневная умывалочка, молочко-умывалочка, неплохое. Ну, как для снятия макияжа, конечно же, нет. Следующее. Так, следующее у нас это очень интересная маска для лица. Вот так вот она выглядит от фирмы Турбиз. Я подробнее потом все расскажу. Вот такая она маска. Это у меня пробник 30 мл. Кстати, здесь также была и вот такая к ней бумажечка. Пробую сейчас настроить. Вот такая бумажечка к ней прилагалась. Очень интересная. Ну, и стоит она 60 мл 16 паундов. То есть я не сказала бы, что она уж прям совсем-совсем очень дешевая. Ну, и не совсем уж и дорогая. И это биоактивная маска для лица, для всех типов кожи она. И биоактивные соединения впитываются глубоко под кожу, восстанавливая эластичность кожи. Она эффективно предупреждает появление морщин, лечит проблемную кожу, помогает при акне, псориазе, оказывает согревающее действие. Это то, что нам говорит сам продавец, скажем так. Сама эта фирма что говорит. Она не содержит добавок. Это 100% натуральный эстонский бальнологический тор. То есть это из дикой природы тор. То есть здесь все, что находится в составе, это только тор, больше ничего. И как ее наносить? То есть вы равномерно ее наносите тонким слоем, повторю еще раз, тонким слоем на лицо. Ну, и естественно область декольте. Держите до 10 минут. Для чувствительной кожи даже до 5 минут. Не привычные 15 минут, а до 10 минут вы ее держите. Не даете маске высохнуть на коже. То есть ее следует увлажнять мокрыми пальчиками. То есть вот кончиками пальцев слегка увлажняйте кожу. Не давайте этой маске высохнуть на коже. Ну и естественно потом вы ее смываете. Она, и кстати, здесь есть маленькое такое предупреждение, что из-за ускорения микроциркуляции крови может появляться легкое покраснение. Не бойтесь, это не раздражение, это просто легкая микроциркуляция крови происходит. Но могу сказать от себя. Маска мне не понравилась. Она действительно хорошо очищает. Да, спору нету. Просто великолепно очищает. Но мой совет делать ее в ванне. Ни в коем случае не делать ее просто, как простые масочки сделали, поработали, потом вернулись и смыли. Нет, потому что эта грязь будет везде. Она, конечно же, слегка сушит кожу. Запах такой противный. Но купить эту маску я вообще ее не куплю. Это 100%. Вот так вот она выглядит. То есть это торф, естественно, черного цвета он. Ну, просто отвратительный. Я не знаю, вот он такой черный. Мне даже ею пользоваться больше не хочется. Как я уже сказала, запах отвратительный. Такой болотный именно запах. Вот он, такой вот черный. И, как я уже сказала, он такой вот, как видите, жиденький. Ну, при нанесении, вы когда наносите эту маску, чуть-чуть попробую покажу. Она вот такая вот черная. Вы ее наносите. Она вот такая, как грязь выглядит. Но, как я уже сказала, вы ей не давайте высохнуть. Вы ее время от времени пальчиками с водичкой увлажняйте. И потом смывайте. Но это такая грязь. То есть она просто везде, эта грязь. Вы ее смываете. Она где можно, там потом и разбрызгивается. Просто отвратительный продукт. Как я уже сказала, я его буду использовать только в ванне. То есть вот вы идете в ванну. Когда буду идти в ванну, в самой ванне использую эту маску. Естественно, там уже смывать легко. Но так, если вы просто смываете в раковине, то не советую. Потому что вы потом замучаетесь эту раковину везде мыть. Придется просто брать и везде-везде ее мыть. Потому что это просто ужасно. Так. Просто ужасно. Так что не рекомендую ее. И сама ее, естественно, не куплю. Просто ужас, как неудобно ею пользоваться. Но очищает, еще раз повторюсь, она замечательно. Просто замечательно очищает. Действительно прям кожа немножко отбеливается. И вот какие-то где-то черные черточки остаются. Такое ощущение, что это песочек на вашем лице. Потому что прям насколько это все хорошо становится видно. Ну и, то есть, в очищении, конечно же, хорошее, но в использовании отвратительное. Следующее, что было в этой коробочке. Это вот такие знаменитые бальзамчики от Мурал. Стоят они 3,99. Это тоже, понятно, органический бальзамчик. Ну, что я могу о нем сказать. Здесь именно вот у меня он такой мунбаум. То есть, это ночной. С маслом авокадо, органическим маслом. Вот тут ванили, ромашка. Не знаю, не очень не нравится запах этого бальзамчика. Такой он, ну, слегка ванильный, конечно, но вот органичный. Их любимый запах тоже присутствует, который мне не очень нравится. Вот так он откручивается. Вот такой он интересной очень формы, я бы сказала. Вот такая вот она интересная очень форма. Удобно ею пользоваться, да, ничего не скажу. Ну, покупать такой бальзам я не буду. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Будете вот так убрать или нет, вот на ночь перед сном можно и попользоваться. Но покупать, как я уже сказала, такой бальзамчик как-то не тянется рука. Дальше, очень интересно, вот от Urban Veda они вложили три пробничка. То есть полный комплект ухаживающий. Это у нас умывалочка, это у нас дневной крем и эксфолейтер. Вот такие вот три продукта. Значит, по ценам. Умывалочка 150 мл 11,99. Крем для лица 50 мл 18,99. И эксфолейтер 125 мл 12,99. Вся эта серия, она создана по принципу Айрведа. Можете почитать об этом, если вам интересно. Она заявлена как серия очищающая и осветляющая. То есть осветляет вашу кожу. Естественно, если вы обратите внимание здесь с фруктовыми энзимами. То есть она, конечно же, будет подсушивать вашу кожу. И, допустим, умывалочка. Она очень приятно пахнет. Вообще вся вот эта серия мне очень понравилась, как пахнет. Но после использования обязательно нужно что-то увлажняющее. То есть при использовании всего этого, конечно, лицо я подсушила. Я поэтому оставила это пока что. То есть или же это надо использовать коротким действием. Хотя я использовала только неделю. И уже у меня хорошо, так добро высушилась кожа. Потому что после использования вот этого продукта, умывалки, в котором находятся фруктовые энзимы, которые осветляют вашу кожу. То есть, естественно, она будет подсушивать. Вот тут у нас и папайя. Вот тут, кстати, написано, что аэрветик. На мокрое лицо наносить массирующими движениями и смывать. Но, естественно, нету ни СЛС, ни парабенов, ни всего такого. 20 мл тут было. Так вот, если после вот этого средства, которое уже подсушило кожу, ее осветлило, наверх еще нанести крем, который тоже с фруктовыми энзимами, который тоже осветляет, то есть это, конечно, очень сильно подсушит вашу кожу. Поэтому, ну, если только использовать... Вот, кстати, у меня здесь 10 мл. Если только использовать, то, скорее всего, в отдельности все-таки. Вот если вы используете умывалку, то какой-то увлажняющий крем. И если вы используете этот крем с фруктовыми энзимами, то, скорее всего, используйте его не всю неделю. То есть, какими-то короткими промежутками. Поэтому, ну, не могу я его советовать. Потому что для меня, возможно, это больше как лечение, чем каждодневное использование. Все-таки это фруктовые энзимы, поэтому не может он войти, как в каждодневный уход. Ну и, конечно же, эксфолиатор, опять же, он с фруктовыми энзимами, он осветляющий. Поэтому он тоже будет подсушивать вашу кожу. После него, естественно, требуется какой-нибудь увлажняющий кремик. В принципе, неплохие средства. Они никакие нераздражения кожи не вызывают. Приятно, очень приятно пахнут. Но, 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 но обязательно после них нужен какой-то увлажняющий кремик. А так, очень даже неплохой. Но покупать целую серию этого как-то я не буду. Если только умывалочку купить, отдельно ее использовать. Какие-то промежутки времени. Крем, конечно же, навряд ли я куплю. Вот. Следующее. Это у нас Джон Мастерс Органик. Тоже вот частенько они вкладывают. Это у меня молочко для тела, гераниум и грейпфрут. 10 мл. Такой на один раз. Полная версия 236 мл стоит 18 фаундов. Ну, оно такое, я бы сказала бы, молочкообразное. Запах особо ничем не выделяется. Но пахнет маслами. В принципе, тем, чем обычно пахнут все органические продукты. Расход у нее очень экономный. Его очень мало надо. Но оно будет лучше впитываться на сухом теле. На влажном оно так плоховато впитывается. Покупать я его не буду. Как-то особо оно прям ничем меня не зацепило. Поэтому и советовать я особо его не буду. Но и Мадера. Уже второй раз подряд они мне ложат. Это тонирующий флюид. Стоит 50 мл. 23 фаунда. И он для темной кожи. То есть у меня это в цвете golden beige. Вот. Ну, про него уже тоже я рассказывала. Про Мадеру. Это латвийский бренд. Отдам своей сестричке. Она у меня такая подзагореленькая. Ей, скорее всего, подойдет. Сама фирма Мадера и их продукты мне нравятся. Я ничего не скажу. Но вот эти всякие тинты я не особо люблю использовать. То есть я буду использовать или какие-то прессованные тональные средства. Не жидкие, а вот именно прессованные тональные средства. Или же просто крем. Но не что-то вот как тинты. Не очень я их как-то люблю. Поэтому рекомендую. Ну, как бы ничего плохого об них сказать не могу. И об этой фирме. Но вот просто я лично не использую. Поэтому вот так. Ну вот. Значит, мартовская коробочка. Что мне понравилось? Мне понравилось. Не то, чтобы мне понравилось, я пойду покупать. Но, в принципе, молочко неплохое. Опять же, вот эти средства неплохие. Ну, вот умывалочка, наверное. Крем все-таки как-то именно редко его надо использовать. Ну, наверное, и все. Наверное, больше мне как-то особо ничего здесь не понравилось. Поэтому спасибо за внимание. Всем пока!